Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Виктор Алексеевич, здрасте, я ваш заказ принес Девушки отдыхают 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 Не волнуйся. Саша! Я нашел тебе работу. Ура! Да. В детской студии творчества. Зря? Смешно. Зря. Хорошая работа, спокойная, творческая. Дети, это ж сплошной позитив. Да. Главное только, чтобы родители не узнали, что я была консультантом криминального отдела. А так? Когда приступать? Ну, вообще-то они тебя уже ждут. Прямо сейчас? Да. Миша! Миш! Хорошо, что я вас встретил. Что случилось? Короче, тут такое дело, я заказ нес. Зашел, а там два мужика. Одному кровь на миске, а второй, походу, того. Чего? Труп. Ты можешь нормально объяснить? Лабораторию мужиков убили, похоже. Почему ты решил, что их убили? А что еще им на полу делать? Один весь в крови, второй вообще лежит, не двигается. Звонил в полицию, в скорую? Нет. Там мне неоткуда было. Телефон, походу, в этой лаборатории выронил. И потом я подумал, вдруг там отпечатки мои остались. Сейчас полиция приедет, начнут докапываться. Я занят твоему отцу. Нет. Отцу пока не будем. Сейчас начнется гемор. Предки не знают, что я курьером подрабатываю. А если там трупы? А если нет? Если мне показалось. Ты издеваешься надо мной? Да нет, ну, просто я уже не уверен. Давайте просто съездим и проверим, а? Где заказ? Вот. Что там? Не знаю. Вроде зеркала какие-то. Кретову В.А. То есть, как это ушел? А ты не знаешь, куда? Ясно. Спасибо, Никит. Его друг сказал, что Митя отпросился с последнего урока. Господи. Только бы с ним все было в порядке. Абонент не отвечает. Андрей, слышно, звони своим. Пусть подают его в розыск. Пусть пробьют его по телефону. Ну, сделай же что-нибудь. Верочка, успокойся, пожалуйста. Пацан загулял. Может, с девчонкой. Ну, вспомни себя в 16 лет. Я был другой. Правда? Я-то помню, какой ты был. Я видел. Значит так. Ждем час, и я принимаю меры. А если с ним что-то случилось? Если срочно его надо спасать? Вера, ждем час, и я принимаю меры. Андрей, я... Обещаю. Здесь? Ага. Здесь? Ага. Нашел. Батарейка сдохла. Вы меня слышите? Я сейчас вызову врача. Потерпите. Только глаза не закрывайте. Я сейчас вызову скорую. Потом придется звонить твоему отцу. А этот второй, он все-таки того? Похоже, что да. Позже перезвоню. Да сколько можно названивать? Вер! Это я. Где он? С ним все в порядке? Скоро буду. Это про Митю? Да. Что? С ним все в порядке. С кем ты говорил? С ней? Да. Откуда она знает о нашем сыне? Что вообще происходит? Сейчас поеду и все выясню. Я с тобой! Нет, Вера. Ты останешься другой. На теле видимых повреждений нет. На голове ушиб. Но могло бы быть и при падении. Угу. Захожу, Виктор Алексеевич, на полу. Подумал, может, плохо. Помочь ему хотел. Скорую вызвать. Вдруг удар в затылок. В глазах темнело. А дальше ничего не помню. Очнулся, на меня женщина красивая смотрит. Пролоп. Кровь откуда? Загадка. Может, еще хотел приложить. Пока без сознания был. Нападавшего вы, конечно же, не видели. К сожалению, нет. Сзади зашел. Ясно. А как у Гретова со здоровьем было? Как у всех людей в этом возрасте. То там кольнет, то тут заболит. Вот я влип. Ладно. Восстанавливайтесь. Приходите в себя. Белкин! А? Это что такое? Да еще за моей спиной. Это что за подработка такая? А что? Подростки часто подрабатывают курьерами? А меня в известность не надо было поставить? В итоге сын в историю влип. Отец хорош. Я сам виноват. Это я попросил Сашу, чтобы она вам с мамой ничего не говорил. Так, иди сядь в машину и жди меня там. Это что за тип, у которого Митик подрабатывал? Мой друг. У него своя мастерская. Он делает интересные вещицы на заказ. Хорошо. Проверим твоего друга. А тебе не кажется, что пора сменить тон? Нам, между прочим, еще вместе работать? Не понял. Футляр на столе видел? Без консультанта по искусству там не обойтись. Надеюсь, пронесет. Здравствуйте. Вы родственница Виктора Алексеевича? Я его дочь. А вы? Я из следственной группы. Скажите, а он... что с ним произошло? Вам, наверное, лучше у нашего главного следователя спросить. Возьмите. Вдруг вам понадобится моя помощь? Консультант по искусству? Мам. Папа никогда не интересовался искусством. Он всегда занимался только наукой. Ну, это так, на всякий случай. Спасибо. О, Илюша. Слушай, я хотел тебя спросить. Сейчас. Прости. Алло. Да. То есть как не пришла? Ну, хорошо. Я сейчас все выясню и вам перезвоню. Саша, мне только что звонили из студии, говорят, ты не пришла. То есть как? Саша, ну, я же договорился. Это не шутки, это работа. Ну, хорошо. Поговорим дома. Угу. А что с твоей работой? Ищу. Ну, я бы мог помочь. У меня все-таки связи и знакомые. Нет, нет. Я взрослый мальчик. Сам. Спасибо. Да, и я могу тебе с ремонтом помочь? Если что. Думаю, там лежали четкие янтарны. Папа две недели назад привез их из Китая и ездил на конференцию. А вы сами видели эти четкие? Мельком. Я равнодушна к такого рода побрякушкам. А пусы это тоже из Китая. Я бы не носила, но папа сказал, что это талисманы и что они будут меня оберегать. Он иногда становился таким суеверным. Татьяна Викторовна, эти четкие, они дорогие были. Трудно сказать. Я в этом ничего не понимаю. Но главное, что они для отца были дороги, как память. Он боготворил Китай и восточную культуру. Хорошо, если не четкий. Что тогда мог взять преступник из сейфа? Научные исследования, разработки. Папа был великим ученым. А кто мог знать об этих исследованиях? Он с кем-то делился? Уверена, что нет. Вы не знаете мир науки. Стоит только озвучить идею, как завтра ее могут украсть и выдать за свою. У него были враги? У всех талантливых людей есть враги. Но конкретно я вам никого назвать не смогу. Папа старался ни с кем не общаться. А ваша мама? Она жива? Наверное, я не знаю. Мы с ней давно не общаемся. Ни я, ни папа. Ни я. Простите. Папа, слушай, у него подарок хотел он сделать. К свадьбе. Я только не понимаю, почему-то Корзухина попросил работу тебе найти. Ну, потому что у нее куча знакомых. И она всегда помогает, если что. Ну, ты же сам к ней постоянно обращаешься. Кроме этих двоих в лаборатории еще кого-нибудь видел? Нет. А на улице? Нет. Я через черный вход заходил. Сверху. Папа, ну не сердись, ладно? Ладно. Поехали, дамы. Поехали. Пристегнуть. Саш, ну, можно было позвонить им, сказать, что ты не придешь. Прости. Но эта ситуация с Митей меня совершенно выбила из колеи. Я вообще не понимаю, почему именно ты нашла этому парню работу? У него есть родители. Ну, да. Он меня попросил. Ему нужны были деньги. Агрозотов. Открыл мастерскую, искал курьера, вот. Деньги на сигареты и алкоголь? Митя хороший мальчик. Просто хотел сделать сюрпризы для родителей. Поэтому просил держать все в тайне. Ой, Саша. Ты меня поражаешь. Вот как ребенок. Ты скоро мамой станешь. Как ты будешь воспитывать малыша? Тебе нужен рядом мудрый, ответственный, понимающий в жизни человек. Тебе рожать вот-вот. Ну, какие могут быть расследования? Да. Надо с этим заканчивать. Вот это другое дело. Я не хочу, чтобы ты вмешивал Митьку. Я должен его допросить. Он еще ребенок. Этот ребенок фигурант дела. Если его допрашиваю не я, приедут серьезные дядьки. И будут разговаривать с ним в полиции. А меня отстранят от следствия, как родственника свидетель. Получается, тебя все равно отстранят? Да, но я могу исключить Митьку и продолжить расследование. Вместе с ней. Вера. Я не понимаю, почему Митька обратился к Арзухиной? Как будто других знакомых нет. Я не знаю, что сказать. Все наши беды из-за нее. Как только она появилась в нашей жизни. Вера. Я не позволю ей общаться с моим сыном. Обещаю, что ее не будет больше в нашей жизни. Пожалуйста, обещай, Андрей. Илюша! Что? Как ты думаешь, зачем вот такое сложное устройство и лупа? Брови ущипывать? Нет. Кретов был мужчиной. Ну, значит, занозы дергать. Вон, лупа какая. Он был пожилым мужчиной. И занимался исключительно наукой. Ну, наверное, твой Кретов ставил какие-то опыты с этим агрегатом. Саша, я не биолог, и ты, кстати, тоже. Ну да. Надо вернуть это Зотова. Ищешь повод, чтобы снова что-то выяснить? Нет. Просто хочу вернуть вещь хозяину. Да. Странная история. Необычная. Игорь Владимирович, а вы хорошо знали Кретова? Да нет, не видел я его никогда. Он прислал мне схему конструкции по почте. Потом мы пару раз созвонились, обсудили детали, вот и все. А вы не знаете, зачем ему эта конструкция? Я не биолог, мне сложно сказать. Но такое в простом хозяйственном магазине не купишь. Сложный поворотный механизм, подсветка, выпуклая линза. Это вы первый заказ? А, нет, второй, да. А что он заказывал первый раз? Сейчас я не могу вспомнить, но что-то незначительное. Можно я заберу это себе? Неугомонно. Я снова будешь вести свое расследование? Угу. Ну, забирай. Спасибо. Угу. 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 А обаа. Угу. Угу. Угу, удачи. Угу. Угу. Удачи. Угу. Но к нему же кто-то приходил в лабораторию. Друзья, коллеги. Да не было у него друзей. Он жил только наукой. А вы знали, что хранится в сейфе у Кретова? Наверное, рабочие записи, результаты исследований. Он при мне его никогда не открывал. Кто-то мог знать о ценных разработках ученого? С трудом могу себе представить, чтобы старик мог кому-то проболтаться. Он же в последнее время был немного того. В смысле? Ну, совсем из ума выжил на своих опытах. Боялся, что их могут у него украсть и присвоить себе. Ему угрожали? Преследовали? Да вроде нет. Я же вам говорю, это у него все от головы. Понимаете? Там. Товарищ капитан, результат первичной экспертизы. При вскрытии обнаружили небольшой гематомы в парфюмальном пространстве. Ну, удар сильный, конечно, не обязательно приводящий к смерти. В сердце выражен атеросклероз коронарных артерий и кардиосклероз. Остановка сердца. И ушиб, и склероз могли быть причиной. А что первичный? Да невозможно установить. Ну-ка, зайди, Миш. Присядь. Давайте попробуем представить, как все было. Допустим, Кретов знал преступника и сам открыл ему дверь в лабораторию. Они начали общаться. Что-то не поделили. Кретов устал и нехорошо. Он упал. Ударился головой. Упал. И умер. Или преступник сам толкнул Кретова. Кретов упал. Ладно, то есть ударился головой. Упал. И от удара умер. Да, возможно, варианты. Ребят, а вы дров кружок не пробовали? Ну, ты взял смеешься. Это, между прочим, очень популярная методика. Чтобы понять мотив преступника, нужно примерить его шкуру на себя. Дальше преступник подошел к сейфу. Но тут зашел Макс. Преступник спрятался. Макс увидел лежащего Кретова. Иди сюда. Получил удар по голове. Макс вырубился. Давай, вырубайся. Вот я здесь. Преступник вернулся к сейфу. Обнаружил футляр с четками. Открыл футляр. Взял четки. Тут зашел Митя. Преступник забрал четки. Оставил футляр. И выбежал через черный код на крышу, который там есть. Я проверял. Да, он там действительно есть. Ты перестановку сделала? С таким животом? Хороший способ ускорить роды. Да, это Илья сказал, что нужно организовать пространство для будущего малыша. Интересно. А что думают насчет пространства родной отец ребенка? А мне все равно, что он там думает. Решил все-таки не говорить ему. Никогда. Греков не узнает, чей это ребенок. Только если он родится с огромными голубыми глазами и подозрительным прищуром, сходство скрыть будет трудно. А ты сегодня какая-то не такая. Ничего не случилось? С орделем что-то происходит. Мрачный стал. Все о чем-то думает. И молчит. Слово не вытянешь. Может быть, ему надо побыть одному? Такое бывает. Что значит одному? А я? Никуда он от тебя не денется. Просто дай ему свободу. Оставь его в покое. Не дергай. Как же мне это твоя свобода? Где у тебя кофе? Что с пальчиками? В лаборатории много разных отпечатков. Идентифицировать сложно. На сейфе. В футляре. Вот тут как раз все начисто стерто. Предусмотрительный гад. Крятов же недавно с Конгресса вернулся. Наверняка представлял там свои новые научные исследования. Думаете, оттуда тянется? Возможно. А вот еще вопрос. Почему он Макса вырубил, а Митю не тронет? Я понял. Но все-таки. А может, решил, что жертв достаточно? А может, к тому моменту он уже нашел, что искал? Ну, нечеткий же это. Ну, нечеткий же это. Мы требуем цар Будет проходить. Нечеткий! Нечеткий способ! ГSam Псс! Ну, тебя... caring ... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я выяснил, товарищ капитан, на конгрессе в Китае из российских ученых был только Кретов. А больше из наших никого не было? Еще переводчица Ирина Бардина. Узнание все. Что там со звонками Кретова? Да Виктор Алексеевич жил как в каменном веке. У него в записной книжке всего четыре номера. Дочь, лаборант, Джек и поликлиника. Был один входящий с неизвестного номера, его нужно проверить. Еще два звонка входящих от Зотова. Зотов? А Зотов в этот день из мастерской не выходил. Я все проверил. Нам нужны свидетели. Ну все, все, не переломишься. Побегаешь, попрашиваешь. Белкин. А его нету. Он вышел. Думаю, в молодости отец был посвящен в некое тайное общество. И эта бумага тому подтверждение. Вы знаете китайский? Когда это изучала, но всего разобрать не могу у китайского множества диалектов. А ваш отец был в Китае? Сорок лет назад вернулся, помешался на китаистике. Начал изучать какой-то редкий царанчи, который обитает только там. Саш, посмотрите, пожалуйста, внимательно на четкие в руках монаха. Странные. Похожи на каких-то жучков. Хотите сказать, что эти четкие, те, которые привез отец? А почему нет? Нет. Мне отец как-то мельком говорил, что четкие, которые он привез, были сделаны в форме сверчков. То есть преступник искал их, а не разработки вашего отца? И я думаю, что это был один из участников тайного общества. Который знал не денежную, а духовную ценность. А кто это? Рядом с монахом? Лицо знакомое, но я вспомнить не могу. Это, наверное, окно. Сейчас посмотрю. Да, это было окно. Я очень надеюсь, что мы с вами вместе сможем что-то выяснить. И до завтра. А, да. Конечно. Да, да. Здравствуйте. Здорово. Товарищ капитан, телефон переводчицы. Сходил на обед. Знакомый номер. Они с него ли звонили в день убийства Критова? А вы запрос по номеру не делали? Конечно, делал. На, держи. Бюрократа ругался с ними. Бумажки все эти. Убийства ведь не доказаны. Игорь, здорово. Греков. Ну что, по-моему, запросы? Ничего себе, не прошло и года. Ну. Фамилию назови мне. Давай. Отбой. Бардина Ирина Алексеевна, да. Да, она звонила в тот день Критова. Походу, мы напали на след. Переводчица, говоришь? Интересно. Китаист. Надо подумать. Саша, что думаешь насчет этой? Для презентации слабовато. Понял. Так вот, меня интересуют конкретно древнекитайские четки в виде сверчков. А вот это? А вот это интереснее. И раскрывает тебя. А по-моему, предыдущие талантливее. Острее. Ладно, я подумаю насчет китаиста. Если кого-то вспомню, обязательно дам знать. Да, это хорошее. Мне нравится. То есть? Да, здравствуйте. Как? Сейчас спрошу. Да. Ничего не понимаю. Да-да-да. Как умер? Почему? Когда? Два дня назад. Найден мертвым в своей лаборатории. О, господи. Бред какой-то. Давно вы видели Кретова? Да. То есть... Нет, мы же были вместе на конференции. Потом летели в Москву на одном самолете. Господи, какой кошмар. В Москве встречались? Нет. Зачем мне это? Назвонили. Я? Кретов? Нет. Да. Звонила. Зачем? Справлялся его здоровье. Он неважно себя чувствовал в Китае. А не много ли заботы для постороннего человека? Мы знали друг друга в юности. Правда, давно не виделись. Не ожидала, что встречу его в Китае. Ирина Алексеевна, у него могли быть враги? Вы думаете, его убили? Пока не знаю. Извините. Мне надо работать. Я могу идти? Да. Конечно. Библиотека восточных искусств может тебе теперь завидовать. Вот. Столько материала, а про четки так ничего я не нашла. Придется найти. Больше каталогов у меня нет. Андрей Васильевич, нашли свидетельницу. Одна женщина видела, как в день смерти Кретова к нему в лабораторию заходил пожилой мужчина. Прекрасно. Не нравится мне это, Ирина. Переводчица? Ага. Мне нужна распечатка всех изонков. Понял. Я ему сказал. Эрдель, если тебя что-то не устраивает, пожалуйста. Господи. Схватки. Кстати, здесь его фото. А поточнее. Статья написана Юрием Вяцким. Юрием. Юрием Вяцким? Вяцкий, да. Да. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Девчонки. Саша. Саша. Еще не поздно. Я поеду к ней. Умись, сумасшедшая. Альбинчик, это очень и очень важно. Ну, я уже поняла. Что? Что? Что ребенка будем воспитывать в Мессерделе? Ну, что же. Придется как-то налаживать с ним отношения. Придется как-то налаживать с ним отношения. Татьяна. Добрый день. Таня. Алло, Андрей. Похоже, Татьяна Гретова мертва. Таня. Про mel assistant. Алло, Андрей. Таня. Добрый день. таня. Продолжение следует...